Добрый вечер, спасибо всем, спасибо за приглашение на форум свободных народов России. Мне было предельно интересно, я думал, что Ахмед Закаев задал тонну, дальше все прошло еще по нарастающей. Я только сочувствую белорусам, что у нас мало таких дискуссий, несмотря на всю драматическую ситуацию с нами. Мне придется заранить здесь практическую идею, потому что теоретических разговоров очень много. И она будет несколько парадоксальная, но я хотел бы вашей реакции на нее. Для начала я скажу пару слов о себе, понимая, что у нас лимит по времени. Моя мама татарка из Казани. Мой отец родился в глухой деревне в Архангельской области. Я себя идентифицирую белорусом, несмотря на то, что говорю по-русски. Я хочу свободы и европейского выбора для своей страны. Имперский политолог называет меня белорусским нацистом, ему виднее. Беларусь находится под двойной оккупацией. Для этого не обязательно на каждом перекрестке размещать бойца Росгвардии. Достаточно, как мы понимаем, как в Чечне, купить главного лидера ОПГ. Лукашенко к букету своих тяжких преступлений прибавил еще одно – акт государственной измены. Он стал белорусским Кадыровым. И можно с уверенностью утверждать, что Беларусь потеряла свой военный и экономический суверенитет. В этом, собственно, и состоял план Путина. То есть Лукашенко предал свой народ, предал его давно, и суверенитет у нас ограниченный. А то, что там развивается советский флаг или есть какие-то половые признаки государства – это никого не должно смущать. Суверенитета у нас нет. Для того, чтобы понимать, что происходит в Беларуси, вы все читаете и все следите за новостями. За комментарий, носки неправильного цвета или канадский флаг в окне вас подвергнут аресту. Лучшие, самые смелые убитые или получились сталинские строки в тюрьме, самые талантливые уезжают в массовом количестве. Я констатирую тяжелую ситуацию, я констатирую следующий факт. На самом деле белорусский протест и белорусская революция, скорее всего, будет инициирована снаружи, чем изнутри. И дальше я подхожу к такой мысли. Несмотря на трагические события, вернее, благодаря этим трагическим событиям, открылось окно возможностей, которые не все рассмотрели. Я в Украине слышал только несколько голосов на этот счет. Мы все с вами понимаем, что достаточно беглого взгляда на географическую карту, чтобы понимать, что Беларусь – это именно та опора, забрав которую все здание гнилой российской государственности рушится. И таким образом все присутствующие получают свой исторический шанс. Белорусский выступ, так его называют в Совете Безопасности России, является сакральным для Путина. Он прекрасно понимает, что это плацдарм для эскалации со странами Европы, это постоянная угроза Украине, неважно, по какому сценарию будет развиваться событие в ближайшие месяцы. В общем, он его так просто не отдаст. За него придется бороться. Я не сторонник Шарпа и умного голосования. Мы все это прошли. И те народы свободной России, которые размышляют про такие ходы, послушайте, пожалуйста, Илью Пономарева, он выступал перед этим. Он прав. Это очень взрослый подход к сопротивлению. Итак, возможность, окно возможностей, которое открывает сейчас Украина, и которое мы не имеем права пропустить. Беларусь – страна агрессор. Украина имеет полное право ответить силой. Кроме того, тысячи и тысячи белорусов оказались за границей, и они в состоянии присоединиться к добровольческой армии. Я сам приложил руку к созданию одного из добровольческих подразделений. Я понимаю, что Украина теперь, ситуативно разговаривая с Лукашенко, пытаясь, в общем, сдерживать на севере наступление, открывает и закрывает краник нашего добровольческого движения. Иными словами, я намекаю на следующее открытие. Нам нужна национально-освободительная армия в Украине. У нас для этого есть все условия, кроме одного. Украина не очень-то хочет разговаривать с нашим лидерством оппозиционным, и в нашем лидерстве есть, надо сказать, проблема. Вот починить эту проблему является моим теперешним приоритетом. Зеленский не станет встречаться с Тихановской. Отчасти это наследие невнятной риторики и такой белорусской хитрости в попытке сыграть вничью с Лубянкой. Отчасти это свойство самого кабинета Тихановской, который устроен как МГО и не выглядит правительством в изгнании, у которого мог бы быть премьер военного времени и, соответственно, вооруженные силы. Я утверждаю, что народы России могли бы получить быстрый шанс на освобождение, если бы национальная освободительная армия Беларуси вошла в страну. Вы будете удивлены, но не надо для этого формировать эквивалентные по численности лукашенковской армии войска. Совершенно верно. Сам факт появления такой армии является политическим фактором влияния. Раз. Во-вторых, наши замеры подтверждают, что, несмотря на тяжелейшую бомбардировку российской пропаганды, белорусские военные в лукашенковской армии не торопятся умирать за Путина. Наши замеры подтверждают, что в действительности маленькое лукашенковское войско таких претарианцев составляет от трех до четырех тысяч человек. Моя гипотеза заключается в том, что при правильном стратегическом мышлении стран-союзников и Украины мы можем войти в страну, совершив минимум выстрелов, как когда-то в Сицилии. Я очень извиняюсь, но... О, простите, простите. Надо будет заканчиваться. Я очень быстро. Так, так как же быть с псковской дивизией, которая спешит на помощь потом? Ну, во-первых, псковская дивизия сильно потрепана, как мы понимаем, да? И чем больше «Хаймарса» будет давить логистически, тем меньше у Путина будет таких шансов. А защищаться придется, и «Дживелины» и «Берактары» придется иметь на готове. Псковской дивизии уже практически нет. Ну, Кантемировская, может быть, осталась, не знаю. Итак, я вешаю такую вот любопытную мысль. Нам нужна синхронизация. Друзья, нам нужна синхронизация. Нам нужно, чтобы белорусское наступление национально-освободительной армии, которую, настаиваю, будет встречать цветами, и воинские части внутри Беларуси будут к ней присоединяться, чтобы оно синхронизировалось по времени ситуации в Крыму и в моей, отчасти, родной Казани. Вот вам практическое решение и ускорение всех процессов развала империи. Ну и, конечно, я скажу в конце банальность, не могу не сказать. Ядовитость России заждется на двух зубах. Двух ядовитых зубов. Такие мысли звучали сегодня и до меня. Первый зуб – это ядерное оружие, и второй зуб – это трубопровод. Мы не уложимся в короткую дискуссию, рассуждая, как вырвать эти два зуба, чтобы сделать ее ласковым мужом. Но такая дискуссия прям очень нужна. И нужна сегодня. Еще до того, как мы починили белорусское лидерство, назначили премьеры военного времени и сформировали в Украине наши настоящие вооруженные силы. Спасибо большое за внимание. Я извиняюсь, меня уже тут ругали за то, что сильно нарушаем регламент, что даже… Ну, я не знаю. Можно? Потом будут ругать меня. Давайте. У меня вопрос один, короткий и предложение, тоже очень короткое. Почему вам не создать сегодня на данном этапе правительство переходного периода за рубежом? Называйте его экзиле или же за рубежом. И второй вопрос. Почему бы вот этому правительству, которое вы создаете здесь, не заключить союзнический договор с нашим правительством, с правительством Ичкери, которое уже 20 лет находится здесь? Если вы будете ориентироваться на действующих политиков и действующих президентов, они заведомо уже являются заложниками международного протокола. И они не могут, и они не свободны, так как мы свободны своих действий. Вот на эти два вопроса ваше видение. Уважаемый Ахмед Закаев, я надеюсь, что белорусы смотрят, в том числе и ваш вопрос, и мой ответ. Это ключевой вопрос для продвижения, ключевой. Организация органов власти правительства возгнаний. Я допускаю, что так получилось, что антураж Светланы Тихановской и несколько бюрократов из стран Запада настаивали на том, чтобы она не принимала присягу. Это нужно поменять. В военное время это не годится. Без такого правительства у нас никогда не будет легитимной истории. Для вооруженных сил мы останемся террористами. И, разумеется, белорусская армия внутри страны должна получить абсолютно прозрачный сигнал, что это восстановление законности о порядке. И спасибо за предложение о союзничестве. Прекрасное предложение. Спасибо. Спасибо.